Всем привет и добро пожаловать в игру Dead by Daylight в Храм Тайм, где произошло очередное обновление навыков и на этой неделе доступны следующие навыки. Для мана доступны навыки, последний этап навык Кукловод, Мастер Майнд или Вескер, как угодно, и выбор за тобой навык Свинья. Для выживших доступны навыки, вот это поворот навык Николас Кейдж и навык Жучок Ада Вонг. Очень забавно, что разработчики никак не фиксят этот момент, что навыки скрываются под вообще менюшечками, но, как говорится, видимо это не самое важное вообще для разработчиков, у них и так хватает проблем в игре, много ошибок, читеров и так далее, поэтому это не самый страшный глюк и баг, который вообще здесь присутствует. Ну что ж, что приятно вообще в навыках, которые представлены на этой неделе и что вообще не очень приятно, приятно то, что все эти навыки, их можно купить, если у вас нету этих манов, то вы получите замечательные навыки платных персонажей, А неприятно то, что это, собственно, все навыки, представленные в Хроме Тайн, это навыки платных персонажей, которых нужно покупать за денежку, их нельзя открыть бесплатно за радужные осколки. То есть, грубо говоря, все навыки, которые представлены, навыки платных персонажей, которые покупаются за золотые клетки или отдельно, ну, сами персонажи отдельно, либо в DLC, в дополнениях, например, Вескер, Resident Evil, не помню, как называется дополнение, он, по-моему, вместе с Адой Вонт покупается и каким-то еще персонажем, Либо покупаются, открываются они отдельно, по желанию, если вы не хотите покупать или открывать вообще полное дополнение, хотите, то открыть только Вескера, без Выживших, пожалуйста, можете купить одного только Вескера. Что касается свиньи, это пила, и, собственно, она открывается с детективом Тапом вместе. Что же касается Николаса Кейджа, то это просто отдельный персонаж, Выживший Николас Кейдж, на любителя, кому нравится, кому не нравится, ну, и, собственно, навыки его такие же. Ну, и перейдем, собственно, к самим навыкам, что они вообще из себя представляют, зачем они нужны. Последний этап, навык Кукловод, вы гениальный тактик, готовый к любому варианту развития событий, этот навык активируется, когда на ворот подается электричество. Пока последний этап активен, раненые, смертельно раненые и повешенные на крюк Выжившие подвергаются эффекту ослабления до тех пор, пока ворота не откроются. Когда ворота открываются, Выжившие остаются ослабленными еще 20 секунд. То есть, грубо говоря, когда, пока ворота открываются, и если их оставили не открытыми, то есть не открыли до конца, все Выжившие, получается, смертельно раненые, раненые, повешенные на повешенные, они подвергаются эффекту ослабления и не могут лечиться, не могут хилиться. В результате все бегают раненые, отхилиться не могут, и нужно подавать, точнее, нужно открывать ворота, тогда через 20 секунд эффект пропадет, и можно будет, например, отхилиться. Если Вы не можете убежать, прячьтесь где-то, Вам обязательно нужно, ну и хотите отхилиться, Вам обязательно нужно, чтобы ворота были открыты, тогда Вы сможете отхилиться, ну и, как минимум, если у мана нет никакого жесткого навыка, типа, там, пожиралки, двор или наеда, Вы тогда сможете совершенно спокойно просто напролом бежать и, ну, практически напролом, потому что, ну, опять-таки, тоже не всегда это помогает. Иногда ман быстрее и может с Вами разделаться, даже если Вы примете удар, ускоритесь, но он может все равно Вас вытянуть обратно каким-то образом, в зависимости от того, что за ман и какие у него аддоны, насколько он вообще быстр и скиллованный ман. Но, тем не менее, навык довольно-таки забавный, потому что, если Вы играете за мана, и у Вас, ну, кто-то, например, висит на крюке, какие-то выше бегают раненые вокруг, да, может быть, хотят снять своего тиммейта, помочь, спасти, то, получается, Вы можете им очень сильно усложнить этот процесс, потому что они не смогут отхилиться, где-то там присесть в углу, где-то затаиться, отхилиться и побежать снова, издеваться над Вами и спасать своего тиммейта. У них, к сожалению, такое не прокатит, им нужно будет открывать ворота, выжидать время, время пойдет, поэтому, в принципе, это все Вам на руку. Вы можете очень хорошо под конец матча с ними разобраться, когда уже они якобы думают, что все-все классно, сейчас мы всех спасем, все отхилимся и все убежим, а не тут-то было, тут есть небольшой нюансик. Так что, с этим навыком, на самом деле, не так часто люди играют, но, в принципе, он встречается, он встречается, то есть, это не супер какой-то редкий навык, с которым практически никто не играет, и время от времени можно каких-то вообще игроков встретить. Нет, на самом деле, с этим навыком играют довольно-таки часто, то есть, не то чтобы очень часто, но довольно-таки часто он встречается. На разных манах разные игроки используют этот навык с разными связками. Опять-таки, по связкам, на самом деле, очень сложно какие-то связки вообще обсуждать, потому что нужны какие-то примеры, да, и можно тогда разговаривать по связкам, потому что для каждого, ну, может быть, для кого-то не работает та связка, которая считается актуальной и, ну, которая должна быть, да, может быть, для кого-то эта связка не работает, и у кого-то есть своя связка, которая для него работает намного лучше, намного эффективней, и человек не использует ту связку, которую использует большинство игроков и считают ее прям оптимальной. Поэтому на самом деле все это очень условно, ну как и любые вообще эти навыки. Что же касается навыка выбора за тобой, довольно-таки неприятный навык и что он из себя представляет. Когда выживший спасает союзника Скорюка на расстоянии хотя бы 32 метра от вас, срабатывает навык выбор за тобой. Спаситель вскрикивает и на него накладывается эффект уязвимости на 40 секунд. Выбор за тобой может снова сработать через 40 секунд. На самом деле все вот эти вот время, метраж, время и так далее, они поменяются, когда навык будет у вас третьего уровня. У меня сейчас пока нет ни одного из этих игроков и ни одного из этих навыков, поэтому они все первого уровня, желтенькие, не зеленые или не фиолетовые. Поэтому на метраж и время смотреть особо не стоит, это все поменяется. Где-то метраж увеличится, где-то время увеличится или наоборот перезарядка уменьшится и так далее. Касательно навыка получается, что выживший получает эффект уязвимости и кричит. Если ман быстрый, он может быстро найти и положить выжившего, собственно, кнокнуть и повесить. Поэтому навык довольно-таки неприятный. Если ман не супербыстрый, ну, по крайней мере, он может начать погоню и достать немного неприятностей, вам придется тратить время на беготню, грубо говоря, от мана. Ну и пытаться, собственно, от него убежать и скрыться каким-то образом. И пойти уже, собственно, на починку гена или на помощь своим тиммейтам снять из крюка. Или там хил и так, прохил и так далее, там подобное. То есть получается навык довольно-таки неприятный, потому что ман может автоматически переключиться на вас. То есть он видит, где произошло снятие с крюка и уже примерно плюс-минус понимает, куда кто мог побежать. Ну и, соответственно, а вы в опасности, у вас уязвимость. Если вы плохо бегаете, то это вообще никаким образом вам не поможет. Ну, против скрытых манов, против очень быстрых манов, которые телепортируются и плюс у которых есть различного рода навыки на открытие аур, это очень неприятный навык. Против мора, против медсестры, против духа, да против кого угодно на самом деле. Опять-таки все зависит от скилла игрока, против которого вы играете, который использует данный навык. Ну что ж, и переходим плавненько к навыкам выживших. Начнем с навыка вот этот поворот, Николас Кейдж. Актерская игра важна, но вы-то знаете, что не обязательно выкладываться в каждой сцене, чтобы произвести впечатление. Навык вот этот поворот активируется, когда вы ранены. Нажмите кнопку способности 2 в положении, пригнувшись и не двигайтесь, чтобы бесшумно оказаться при смерти. При использовании навыка вот этот поворот для перехода к присмертному состоянию, вы не оставляете луж крови и не сдаете шум. Вы можете полностью оправиться после предсмертного состояния. Восстанавливаясь самостоятельно с помощью навыка вот этот поворот, вы мгновенно исцеляетесь и получаете спешку 50% на 2 секунды. Навык отключается при установлении другим способом. Навык активируется повторно, когда на ворот подается питание. То есть, грубо говоря, навык активируется, ну по большому счету, по-моему, он активируется каждый раз, когда вы при смерти. То есть, грубо говоря, 3 раза за матч. Могу ошибаться, если он 1 раз только активируется и 2 раз только, когда на ворота подано питание, ну тогда получается 2 раза за матч. Но, тем не менее, если у вас есть данный навык, то, в принципе, в какой-то степени иногда он может помочь. Но все зависит от того, как ман играет. Сразу он вешает или он оставляет кого-то. Можете ли вы быстро куда-то отползти, и ман вас потеряет, или ман вас не потеряет, он вас видит. И, собственно, ну, может быть, у него навык есть, когда он видит ауры тех высших, которые на земле лежат. То тогда, опять-таки, все зависит от стиля игры мана, и какая у него задумка. Или, например, если он нервничает, он не знает, что он делает, новичок, или там не какой-нибудь там супер игрок с огромным количеством часов. Может быть, он бегает, не понимает, кто куда спрятался, никого найти не может. Ну тогда, да, тоже много шансов. Либо он вас бросает и переключается на какого-то другого игрока, который его, например, больше интересует по какой-то причине. Вот. В принципе, да, вы можете восстановиться. Если ман вешает постоянно, то есть постоянно гоняется, добивает, вешает, но тогда шансов, на самом деле, на использование данного навыка тоже не очень много. Данный навык, опять-таки, полезен, наверное, когда под конец матча там уже, может быть, все убежали, аптечек никаких нет, у вас есть этот навык, и вам удалось оторваться от мана, куда-то забраться подальше от, ну, собственно, маршрута мана от ворот к ворот, или там, когда он люк ищет. На самом деле, когда он ищет люк, он может вообще где угодно вас найти и переключиться на вас, а не на люк там или на ворота. Поэтому все, на самом деле, очень-очень условно, и будет зависеть от стиля игры мана, от скилла мана, насколько он вообще прокачан, ну, и, собственно, от везения. Поэтому, ну, по большому счету, как и любые другие навыки, это все везение и вообще не всегда скилл. Что ж, и на этом, пожалуй, про данный навык хватит. Переключаемся на следующий навык. Жучок, навык Ада Вонг. Вы знаете, что лучший способ быть на шаг впереди и следить за конкурентами. Жучок срабатывает после починки генераторов в общей сложности на 50%. На самом деле, как я уже сказал, все метражи, секунды, проценты меняются, когда навык прокачан до третьего уровня. Стоя рядом с генератором, нажмите кнопку активной способности 1, чтобы установить жучок, продолжающий работать в течение 100 секунд. Прослушиваемый генератор подсвечивается желтым для всех выживших. На генератор можно установить только один жучок. Когда ман подходит на 14 метров к генератору, его аура подсвечивается для всех выживших. Жучок отключается при повреждении его генератора маном или по стечении времени. То есть, вы, когда чините ген, и у вас активируется навык, вы можете поставить жучок, убежать от этого гена, например, сесть, починить другой ген, хилить кого-то, например, неподалеку. И вы будете видеть ауру мана, если он подойдет близко, и вы будете понимать, куда он вообще направляется. То есть, можете каким-то образом ретироваться, убежать, спрятаться, затаиться, пока ман, ну, не повернет в другую сторону или вообще не убежит от того места, которое вам интересно. Например, с генератором, с тотемом, с какой-нибудь порчей или что-нибудь в этом роде. То есть, грубо говоря, это полезно для того, чтобы... То есть, дополнительная информация на карте, пока вы где-то сидите, чем-то занимаетесь или прячетесь, в зависимости, опять же-таки, от вашего стиля игры, если, конечно же, вы не сидите в шкафчике, да, вы видите, вам подсвечивается аура мана, и, в принципе, например, другим игрокам, тоже вашим тиммейтам, и все примерно понимают, где находится ман, куда он вообще направляется, если он не ломает генератор, вообще хорошо видно, куда он... Например, если он бегает за кем-то, да, не ломай генератор, вы видите, спокойно чините другие генераторы, либо, наоборот, идете на помощь, если вы хорошо бегаете и хотите помочь своему тиммейту подставиться, например, под удар, спасти тиммейта, ну и перетянуть маны на себя и побегать от него. То есть, это полезный навык, конечно же, не всегда и не во всех матчах, не во всех играх он будет работать, если ман будет там, например, постоянно ломать генераторы, ни за кем не гоняться, сразу их ломать, ну, соответственно, никакой ауры никто особо не увидит, только на... когда ман подбежит к генератору, в дальнейшем никто ничего не будет понимать, что где происходит, но, опять-таки, все условно, но навык довольно-таки прикольный и, в принципе, время от времени полезный. Что ж, вот такие вот навыки на этой неделе. На самом деле, на мой взгляд, если вы не собираетесь открывать персонажей и покупать этих персонажей, то навыки можно прикупить, потому что, в принципе, ну, навыки довольно-таки забавные. Опять-таки, от вашего стиля игры все зависит, играете вы в команде или не в команде. Например, если вы в команде играете, то данный навык тоже может быть полезен, потому что ваши тиммейты могут перетащить мана на себя, где-то над ним поиздеваться, побегать, пока вы куда-нибудь в сторону, например, убежите, упадете и будете прохиливаться до полного состояния здоровья. Навык выбора за тобой, понятное дело, что в зависимости от того, насколько вы вообще хорошо бегаете, играете, понимаете вообще механику игры, работу навыков, связки навыков и так далее, но тут на самом деле хорошо, когда события развиваются вокруг крюка, неподалеку, потому что вам нужно находиться в радиусе действий, иначе навык работать не будет, соответственно, здесь определенные есть условия работы навыка для срабатывания навыка, поэтому тут есть определенный нюанс, вы должны как-то, ну, либо какой-то экшен должен разворачиваться неподалеку, либо вы должны слегка подкемпливать вокруг крюка, потому что в противном случае навык работать не будет и будет абсолютно бесполезным, если вы будете находиться где-то на другой стороне карты, а снимать с крюка будут в противоположной стороне, тут, если выживший спасает союзник в крюках, на расстоянии хотя бы 32 метра от вас, а, по большому счету наоборот, то есть, это все находится на большом расстоянии, то есть, не в упор, извиняюсь за то, что сказал, что нужно подкемпливать и так далее, я что-то просто перепутал, наоборот, тут все хорошо, тут нужно, чтобы у вас просто был быстрый ман, добежать, долететь, или в невидимости как-то запутать выживших и, собственно, наброситься на них, напугать их, то есть, по большому счету, хорошо на, не на неспешных манов, а на быстрых манов, либо которые телепортируются, летают, и так далее, вот, тогда, в принципе, это будет довольно-таки забавно, последний этап, понятное дело, и, собственно, жучок тоже довольно-таки забавный навык, поэтому, смотрите сами, я бы советовал приобретать эти навыки, если вы не собираетесь покупать манов, хотя, ну, не только манов, а выживших тоже, хотя, собственно, некоторые маны, например, как кукловод, довольно-таки прикольные и легкие вообще в освоении в игре, хотя геймплей довольно-таки специфический, не всегда интересный, ну, как бы он относительно однообразный за кукловода, свинья, прикольный геймплей, опять-таки, он разнообразный на самом деле, да, понятно, есть определенный стиль игры за свинью, но, тем не менее, можно на самом деле играть и в открытую, без всяких вообще стелсов, то есть, подстелсовать иногда, но, можно играть очень агрессивно, что же касается выживших, ну, понятное дело, что, неважно, за какого выжившего вы играете, единственное, что у них есть разный уровень крика, когда они раненые, ну, и, собственно, разные навыки, которые можно использовать на других выживших, и по большому счету без разницы, за какого выжившего будете играть, разные модельки, а навыки можно использовать от разных выживших, вот, на манах это немножко другое, То есть тут разные маны, разные вообще способности и разные навыки раскрывают эти способности по-разному, с разных сторон, поэтому манов лучше на самом деле я бы советовал покупать манов, а выживших не обязательно, если вы не хотите эти модельки выживших, можно просто купить их навыки. Ну что ж, на этом пожалуй все, хватит лирики, всем огромное спасибо за просмотр, пишите в комментариях, что вы думаете по тем или иным навыкам, можете писать какие-либо связки, я понимаю, что хорошо бы все эти навыки смотреть вообще в игре, но не всегда, например в настоящем случае я не могу показать все эти навыки, у меня нет этих навыков, нету этих манов, хорошо бы на самом деле показывать наверное изначально вообще игру за определенного мана, с его навыками, вот, ну и в принципе может быть за какого-то другого мана, за которого вы считаете оптимально вообще использовать тот или иной навык, прям вообще идеально, кому он подходит в связке с какими-то еще навыками, но что есть, то есть, на самом деле в любом случае пишите в комментариях, если считаете какие-то навыки супер вообще полезными или супер бесполезными, ну или середнячковыми 50 на 50, но тем не менее в каких связках, если вы их используете, это будет интересно вообще, я думаю, всем, кто играет в эту игру, и на этом пожалуй все, всем еще раз спасибо за просмотр, до следующих видео, увидимся в тумане, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok